Всем привет! Меня зовут Маша, и я обожаю мейкап. Сегодня мы с вами поговорим о ледке Neutral Matte Milieu от Viseart. Итак, ребят, на самом деле это видео снимаю во второй раз, потому что у меня в первом видео пропал звук. Макияж переснимать я не стала, надеюсь, что мне удастся нарезать так, чтобы было понятно, ну, либо сверху просто озвучу то, что я делаю на экране. Итак, палетка Neutral Matte 2 Milieu от Viseart. Это классическая палетка на 12 оттенков, которая стоит 80 долларов, ее оригинальная цена. И, конечно, глядя на первую, то есть старшую сестру героини нашего сегодняшнего выпуска, и на вторую возникает вопрос, а где вот здесь, да, нейтральные оттенки? Она действительно выглядит не просто теплой, а выглядит рыжей. Но мы с вами тоже об этом поговорим, потому что палетка все-таки не рыжая, и даже на сводчах уже понятно, что она просто скорее теплая, не рыжая. Здесь у нас есть два оттенка, которые назвать теплыми просто невозможно. Это синий, а также этот коричневый. Это скорее коричневый, как раз, наверное, нейтральный, да, все остальное здесь все-таки теплая. Хотя, опять же, повторюсь, палетка не рыжая. Единственное, что меня смущает в этой палетке, на первый взгляд, это отсутствие вот такого оттенка, который можно было бы использовать для припудривания века или для того, чтобы сделать макияж более светлым и открыть побольше подвижную часть века. Собственно говоря, классический оттенок, который есть во многих палетках, а здесь у нас его нет. Но, опять же, я бы сказала так, что, наверное, когда визиарсы давали вторую серию, да, они уже знали, что эта палетка настолько гиперпопулярна, что люди, которые будут покупать эту, скорее всего, имеют предыдущую, первую, да, Neutral Matte, поэтому они сюда не добавили. Но это, знаете, это мои мысли, я не знаю на самом деле, почему оттенка нет. Хотя, опять же, сказать, что он прям необходим, и меня это прям убивает, что его нет. Ну, нет, конечно, нет. Можно такой оттенок взять в любой другой палетке, и у нас их много, если вы являетесь темневаньяком, то абсолютно точно у вас такие оттенки есть. И давайте, ребят, мы с вами посмотрим на дюпы, которые я смогла найти, в том числе, конечно же, я достала и Наташу Динона бронз, потому что это максимально логично привести именно ее, в пример. Там очень много теплых, коричневых. И, да, после этого мы с вами посмотрим макияжи. Итак, после того, как мы с вами посмотрели на дюпы, я предлагаю посмотреть на макияжи. Как я и сказала, я постараюсь обрезать максимально хорошо, чтобы не потерять в качестве съемки. Может быть, добавлю саму палетку показывать, рефила буду. Пока что еще не отсматриваю материал, поэтому не знаю, как организую. Но хочу вам рассказать, как я решила организовать вот этот момент, да, с съемкой макияжей. Я решила не делать никаких креативных макияжей с помощью этой палетки. Решила просто показать вам, наверное, самые такие оттенки, которые могут вызывать вопросы, как они работают. Такую задачу я для себя поставила. Конечно же, синий, бортовый, розовый, красный, коричневый. Коричневые таких оттенков могут пятнить. И взяла еще парочку оттенков, но на самом деле три оттенка я не использовала в макияжах. Просто потому, что макияжа уже получилось много. И действительно испортить вот такого оттенка коричневого довольно-таки сложно. У Визиарта здесь проблем нет. Поэтому просто поверьте мне на слово, все остальное мы с вами посмотрим. Потому что, наверное, самый большой вопрос здесь вызывает именно синий. И мы с вами после того, как посмотрим обзор, точнее говоря, макияжей, я расскажу все про него. Делать исключительно матовый макияж я не хотела. Поэтому я взяла несколько вспомогательных палеток. Две из них также от Брэнда Визиард. И это Бежу Роял, а также Брэдл Сеттин. Также, ребят, я, конечно же, не могла не достать палетку Сёрка Лока от Наташи Динона. Потому что здесь не так много матовых и металликов очень много. То есть, на самом деле, это шикарно. И как самостоятельная палетка, и как вспомогательная она действительно просто великолепна. Я взяла её, потому что мне действительно в последнее время, как она у меня появилась, очень-очень хочется ей пользоваться. Руки с ней всегда тянутся. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Даже если у тебя нет больших навыков макияжа, ты все равно сможешь все растушевать, потому что тени великолепно друг с другом работают. У меня никогда ничего не залипало. Если же говорить отдельно про оттенки, то на самом деле по поводу вот этих всех оттенков у меня вопросов не возникло. Дима Тorzok 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 Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам как всегда нужно подписаться на мой канал, подписаться на мой инстаграм, потому что розыгрыш будет проводиться именно там. Я пока что не уверена, когда именно выйдет это видео, когда будет возможность смонтировать именно ту часть, где все пошло не так, где нет звука и что мне придется сделать для того, чтобы привести ее в более-менее хороший вид, точнее говоря, хороший вид. Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Пока-пока, пока-пока Дима Тorzok